Здравствуйте! Утречка сегодня выдала с ветерным, разогнала облака, дождя как не бывало. И день сегодня наверняка будет солнечный и достаточно тёплый, плюс 18 обещают. Но сколько же нанесло листьев на дорогу? Волшебники изумрудного города дорогу выставлены жёлтым кирпичом, ну а здесь жёлтыми листьями. Хотя мои ещё зелёными стоят, это соседских листочки облетают. Вот, почти исчез дикий виноград с забора, кое-где остался на кустах. Азель, иди сюда, я тебе ухо поправлю. Но нет, ей так нравится. Слушает рокот листьев. Ведь скоро этот звук исчезнет, будут только голые ветки шелестеть. Но пока рощи ещё не голые, надо бы в них прогуляться. Сегодня дома меня ничто не удерживает, да и в лесу, честно говоря, давненько не была. К тому же повод и есть. Остались кое-где и деревяшки, которые меня интересуют. Поэтому, собрав шюкзачок, прихватив инструмент, направлюсь с собаками прогуляться. В таком погоду сидеть дома совершенно не хочется. Завтра никуда не уйдёшь, потому как автолавка приезжает. А раз уж она появляется раз в неделю, то непременно надо посетить наш магазин на колёсах. А потому сегодняшний день я посвящу этому безделью, приятной прогулке в обществе собак. Уж не знаю, кто к нам примкнёт, но то, что карии веся с удовольствием со мной пройдутся, я глубоко уверена. А в избушке сном праведненько дрыхнет Бонифаций. Эдакий полёт по облакам сновидений. Клубочком свернулось плоти, развернулось, потянулось и опять шкодничать поёт. Ну, у тебя где-то минус сорок ещё есть, а потом заточу всех и с собаками гулять отправлюсь. Ну, аж туда пуша, она расположилась на окошке, полезывает пяточки, время от времени выглядывает в окошко. Ну, ещё бы не полюбоваться на такую красоту. Пёстрые листья, яркие октябринки, жёлтых листиков становится всё больше. Да, скоро изменит цвет малина и тоже будет выглядеть очень красиво. Берёзки жёлтеют и голубое небо. Эх, жалко, ребята уехали. Ну, плохую погоду везли. Что ж поделаешь, ручка сегодня снова в школу идёт. В честь дня рождения денёчек удалось ему призвиться в деревне. Забив понедельник на учёбу, договорились с классным руководителем. Но вчера благополучно добрались до Москвы, отзвонились и шлют приветы и наилучшие пожелания. Ах, ладно. Развлечёмся, отвлечёмся. Хотя, честно говоря, уже не верится, что ребята недавно были здесь. Как-то меняется всё очень быстро. Неприятный осадок, конечно, после отъезда остался. А ничего, сегодня я смогу развеяться полностью. После своей прогулки, как обычно, приму за деревяшки и войду в нормальный жизненный ритм. Однако, в обыкновение, решила сначала прибраться в избушке, а потом уж уходить. И вот бросила веник, дабы не фаться любуюсь. Это что, коту сейчас снится? Это уже не полёт. Это объятие. Такое ощущение, что он кого-то встречает. И застыл. С распростёртыми объятиями. Ну, Боня, дай бусу шли по чашу. Ну, никакой реакции. Здоровый детский сон. Нет, фотомодель моя чернохвостая. Ну, всё, лишь стоило. Один застынный рюкзак, как из собак эмоции попёрли. Ну, что, не верите своему счастью? Гулять идём, гулять. Вперёд. Вот интересно, Радик прибежал. Ну, залька-то она у нас такая, себе на уме. С утра поприветствует. А потом, в последний момент, раздумает с нами идти. О, нет, ты посмотри. Не ожидала. Да, да, да. Отправляемся. Пошли, пошли. И ты здесь. Ну, всё, привет. Пойдём. Весёлая погодка. Ветерок. Радик, это не повод, чтобы меня смог палить. Люблю, люблю. Пошли пройдёмся. Ну, всё, кошек заточили. Ой, дверь закрыли. Инступен собрали. Идём? Идём. Свершилось чудо. Да, я знаю, в какую сторону. Подошли к Савиному долу. И странная вещь. Машинка, а к ней кибитка. На прицепе при Сандалина. Вот любопытно, что тут нынешне затевается. Вчера из-за пары ребят, Ника и Артёма, заходили, но я здесь не была. Хм. Объёмненький прицепчик. Явно напрокат. Интересно, для каких же целей? Ну, это всё выяснится через некоторое время. На этот раз я решила не сразу на вырубку по хорошо наезженной перкторами дороги отправиться, а по другой. Сделаем мы-таки круг по отчёту, на лес полюбуемся. Ну, а до своих деревяшек я под конец прогулки доберусь. Инструмент со мной. Проехала машина лесников. Интересно, вырубка закончилась или нет? Пора бы там уже прибраться. Надо всё в порядок приводить. Ох, красиво! Ветрено! Это такая весёлая погодка. Только солнышко пока ещё не очень ярко светит. Дымка облаков застилает его. Но скоро станет потеплее. Из-за быстрой ходьбы разогрелось. Хотя, скажем прямо, пока не Кавайские острова. Ничего, в лесу, за стволами деревьев, ветер стихнет и будет просто шелестеть листвою. Да, красиво. Берёзки начали желтеть. Ох, как же мы давно всё-таки в лесу не были. Ну что же, прогуляемся. Пройдёмся. Ну вот, стоило бы идти в маленький лесок, выросший на месте когда-то возделанного поля. И, пожалуйста, тебе первый сюрприз. Ну, хоморчики. Кругленькие, симпатичненькие. А я уже не думал, что какие-то грибы сегодня вообще встречу. Но такая радость, прелесть. Это просто здорово. Ёлки-палки. А я совершенно забыла, что в лесу грибы растут. Да, всё лето, считай, без них. А вдруг осень подарит. Что-нибудь приятненькое. Ну, раз уж пошла в лес. Ох, а там сколько махоморов. Ну-ка, ну-ка. Вон красные шапочки. Ярко сверкают. И вороны раскаркался. Ну, что ж, а вдруг что-нибудь ещё попадётся. Неужели всё в этот раз всё-таки состоится грибной сезон? Хотя что надеяться. Впрочем, определимся в скором времени. И вот мы подошли к опушке. Да, красиво. Зелёно-жёлтые тона, тёмные ели. И насколько же ярко и контрастно всё это смотрится по сравнению с пожухшей полынью. Бурьяном. Лишь кое-где попадаются маленькие золотые монетки пижмы. А в основном всё уже побурело. Ах, да, бросилось семена, чтобы рассвести на следующий год. Ладно, углубимся в лес. Посмотрим, что там интересненького нынче. Прошли несколько километров, весь успела набегаться. А зелерадик куда-то исчезли, а нам не попалось ни одного грибочка. Когда-то вот эти пеньки были ворушками усеяны, а на этих поляночках росли белые подосиновики, лисички. Увы, никаких грибочков, разве что древесных, вот этих вот тротовиков, которых хватает на каждом упавшем стволе. Да, надежды рубки не оправдались. Ничего страшного. В лесу и так интересно. Красиво. Солнышко просмечивает сквозь листья лещинника. И ветер играет в макушках деревьев. Ладно, сейчас сделаем еще километра два прогулочки, а затем отправляемся на вырубку с деревяшкой, которая, собственно, была моей целью на сегодня. Ну, а уж если бы еще и грибы оказались, это было бы вообще замечательно. В следующий раз я пошла бы в лес с корзинкой, но боюсь, что этого не состоится. Ладно, будем прогуливаться с рюкзачком, унося потихонечку материал для своей работы. Разумеется, какая прогулка без того, чтобы не принять ванны, что Веся делает уже который раз подряд. А тут, я смотрю, проходит уборка территории. Вот такие вот копна из веток, елы, которые были срезаны. Ну, что ж, приятно приводит в лес порядок после вырубки в плановой. Хотя, по мне, лучше бы ее не происходило. Еще немножко осталось до того момента, как я набреду на свои оставленные в лесу деревяшки. Надеюсь, их не засыпали подобной хвоей. Было бы досадно. К счастью, мои деревяшки никто не спрятал под грудой веток. И, прихватив одну из них, я переместилась поближе к опушке, найдя хороший пенек для того, чтобы на нем устроить временный верстак. На вырубке еще продолжаются работы. Шумит бензопила. Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из зверьков пострадал. Поэтому пришлось тащить вот эту вот громадину. достаточно большое расстояние. Как всегда, береженого Бог бережет. Свалится еще какое-нибудь дерево не туда, куда надо. Точнее, я не там, где надо или собаке окажусь. Ну, вот теперь можно приниматься за работу. Достаю инструмент и оставляю в листу, что мне совершенно не потребно в доме. Вот и Радик возвратился. Прибежала также и Азель, немножко пошныряла рядом и вновь куда-то унеслась. Рада, наверное, собака, что сегодня с нами решила прогуляться. Ну, а я тут застряла надолго. Приятно работать в лесу. Ветерок, прохлада, а той засухи, которая недавно нас так тревожила, не осталось и следа, бесследно исчезли комары и даже лосиный вши в округе не видать. Ну, просто, скажем, благодать. Ладно, можно потрудиться сколько захочется. Ну, если не возникнет никаких идей, то тогда и топор не понадобится. Надо будет дома хорошенечко подумать, что с этой деревяшкой делать. Впрочем, тут еще достаточно много времени придется задержаться. Ну, собакам не скучно, наслаждаются природой и эта дружная четверка явно найдет чем себя развлечь. Впрочем, идея относительно формы как-то сразу появилась, от коры освободилась, ну, почти это все трухи. Да, влажная древесинка дает понять, что цвет будет достаточно симпатичный. Ну, что ж, неплохо, неплохо прогулялась. Не грибы, так древесина будем грызть. Однако, время уже пожимает, пора собираться и до дома отправляться. Кошки ждут. Да и в савиной надо зайти еще. Да, приятная погодка. То, что было вчера. Возвращаемся к деревне, но у меня почему-то такое впечатление, что собаки не нагулялись. Родион носится туда-сюда, испытывая такие щенящий восторг. Ой, дреды развиваются на ветру. Ну, а что до остальных, то они как-то неохотно возвращаются. Впрочем, как и я, были грибочки, тогда часа на три остались в лесу. Но сегодня, конечно, походили, побродили, деревяшку тащим. Но, по-любому, не то, все не то. Для меня лес в первую очередь грибы. Впрочем, зима длинная, чем больше деревяшечек я сготовлю, тем веселее будет зимовать. Так, а вот и машинка, тронулась с прицепом. Вот любопытненько все-таки, куда бы это вдруг? Или интересные Ника и Артем вместе уезжают? Или как? А может, мне еще и с кубиком гулять? Ну, сейчас все прояснится. Вроде как меня поджидают. Оказывается, Артем и Ника собираются в Москву. Так, слушай, я сейчас переоденусь тогда, клещей посмотрю и приду. Обсудим все. Потому как неизвестно, когда они вернутся, обернутся, а мне, вероятно, придется с кубиком гулять. только в радость. Супра с четырьмя собаками. Будь здоров. Лихерком с одной. А едет Тема за верстаком для своего шикарного гаража. Нет, как же он здорово там все оделал, освещение великолепное. Честно говоря, на классический гараж это совсем не похоже. Скорее, какая-то светлая операционная. Ладно, сейчас переоденусь, разгружусь, от своего горба за спиной избавлюсь в виде рюкзака. Вернусь и все узнаю. Раздалось курлыканье, но вон вдалеке первый косяк журавлей вылетает. Все, начался синий перелет. Ну, точно осень наступила. Лето действительно затянулось всему свой черед. Ну, что ж, в добрый путь, ребята. Возвращайтесь все обратно через несколько месяцев. Да, выяснилось, что мне действительно придется погулять с кубиком, но я только этому рада. Выйдем день часиков шесть, чтобы на солнышко полюбоваться, на закат посмотреть. И какой же тут красивый вид. Нет, я не процекламена, хотеть от них не оторваться. И яркие тыквы, которые Нику везла в тачке на свой день рождения. Мне очень нравятся вон те дикие яблони. Какими они сейчас стали красивыми. Разноцветные листва, любые оттенки. И у Ники еще дикий виноград пламенеет. У меня уже почти весь осыпался. Да, как же приятно на этой веранде находиться. Кругом цветы, а вот когда еще и водоем появится, и утки начнут в нем плавать дикие. Ой, и немфеи поселятся. А ведь в этом году ребятам придется опять синенькие наводные растения тащить в мой ручей. Вот уж действительно веселый конкурс. Ну что ж, красота цветов того стоит. Ну что, Кубич, пещерком гуляем? Надеюсь, хорошо время проведем. после леса аппетита разгулялся. Нет, кубичка, это мне. Тебя я вечером покормлю. Ну, в сопровождении собака с Савиного дола и прящим отправиться в избушку монтировать ролик не могла отказать себе в удовольствие пройтись по своему маленькому участку. Какой же ослепительный сегодня день. если утро было с облачным и таким немного пасмурным даже, то сейчас яркие краски. Эх, запомнить такой денечек надолго. И цветов становится все больше. Ну вот, кульминация осеннего разноцветия. Ну да, в основном октябринки еще немного флокусов осталось, физалис. Ну как же это все смотрится замечательно. Однако, однако пора в избушку отправляться, выпускать на прогулку котиков и садиться ролик монтировать. На уж потом в мастерскую. Ну, наконец-то выбралось на солнышко вновь. Да, ребятки, я все рада к вам присоединиться и даже не вериться, что еще вчера стучала зубами от холода пасмурный дождливый день. Сидя вот здесь и дошалифовое последнее блюдо, которое чайниным маслом покрыло. Посмотрим, через некоторое время, что из него получилось. Ну, а пока новая заготовка просыхает на солнышке. дождем подмочило древесинку, можно взяться за ту проблемную деревяшку, с которой я связалась. До сих пор не знаю, выйдет что-нибудь или нет. Кстати, сегодня по утру сунулось, как обычно, отвечать на комментарии в ютубе и выяснилось, что комментариев-то и нет. Естественно, спросила у Ники, в чём же может быть дело. Оказывается, если в кадрах часто появлялся ребёнок, то интернет мог просто-напросто вырубить комментарий, посчитав, что это видео имеет отношение к тем, что выпускается для юных зрителей интернета. Ну, что поделаешь, судьбина. Вообще-то надо бы с сыном более тщательно работать. Тоже порицание я получила от своей дочери, которая более сведуща в работе с телефоном. Ладно, будем совершенствоваться. Плутика, вот дорвалас, любой листочек, всё, что угодно. Игрушка для котёнка. У тебя свой танк есть? Но нет, на улице куда интереснее, чем залезать в коробки, поковаться. А та игрушка, которую для неё сделала Руська, останется на долгую протяжную зиму. Или часы непогоды, котёнок будет заниматься своим новым домиком подобной неизбитой формы. Ну, а что до меня, то надо к работёнке приступать. Хотя, ей-богу, даже внутрь вот этого раскрытого настиж в помещение не хочется уходить. Плудька, я тебе всё-таки откровенно завидую. Детская непосредственность. Делай, что хочешь, лезь, куда хочешь. Угу. Ну, только не падай, не срывайся. Вот, гимнастка пытается охотиться за осой, но та успешно улетает. Ну, и что дальше? Ну, дальше, наверное, полезем наверх. Исследовательница. Ладно, надо работать идти. Хотя, ну, как всегда, не оторваться. Плодина, игравшись на улице, проскользнула ко мне в мастерскую, пошныряла и пособолезновала поплакала я ей мягкую грудку по поводу того, что деревяшка, с которой я достаточно долгое время в обнимку провела, а роду это паром и стамерской, к сожалению, блюдом не станет. Увы, не думала, что вот эта вот древесина настолько меня подведет, да и дальше открываются слои, которые оставляют желать лучшего. а потому, ну что ж, закончен сей проект, который был начат, но не завершен, и нет смысла продолжать, тратив время и килокалории. Впрочем, теперь еще достаточно всевозможных вариантов, и, пожалуй, сейчас попробую что-нибудь вот с этой деревяшкой, недавно принесенной с того же места, где сегодня побывала с собаками, что-либо сотворить. Ну, поглядим. Да, редко, конечно, подобное случается. Ну, что ж, бывают эдакие осечки. А жаль, жаль. Не виделось большое интересное блюдо. Ну, что поделаешь, судьбина. Хотя, в такой прекрасный день расстраиваться просто ни к чему. Будем пытаться дальше. Пыталась, напоролась. На, такое двойное дно в виде трухи. Нет, вот тут древесинка вообще обалденная, конечно. Тут интересная. Ну, что там? Ну, вот, говорят, сновят два раза в одно место не попадает. Неужели у меня сегодня хроническая непруха в отношении работы с деревом? Ну, ёлки-палки, как же так? Ну, нет. Будем пытаться, будем продолжать. Всё-таки любопытно. К ходу то или к добру. Ну, тут явно будет сквозное отверстие. Я ведь несколько раз говорила, что любой кусок вот такого дикого дерева это загадка. Ну, любопытно, во что всё выльется. Ладно, попробуем. продолжила и, откровенно говоря, пока довольна. Уж не знаю, что там дальше и как, но сейчас в самое время отправиться к себе в комнату. Там плоти и пуши до сих пор валяются, отдыхают. Надо бы их выпустить погулять, потому что ещё пару часов и мне предстоит отправляться с кубиком на прогулку. Тогда всё моё население и избушки должно оказаться в комнате. Что, проснулись? Эх, вы, какой денёчек пропускаете. Солнышко на улице, красотища. Лудь, ну, сколько можно валяться, а? Пора гулять. Пора, пора. И самое время взглянуть на то, что у меня вчера вышло. Ох, в каком-то смурном состоянии всё это блюдо покрывало. Ай, что-то там говорила. Но, тем не менее, всё получилось. Получилось замечательно. Да, тут была трещина, причём достаточно глубокая. Но если ещё немножко шлифануть и пару раз покрыть лином маслом, то её практически не останется. Ольха, красивая ольха. А с этой стороны белые вкрапления, но всё гладенькое, симпатичненькое. Вот цвет дровесины меня как всегда не обманул. Вот это вот белая патина от того, что ещё недостаточно масла впиталось, надо ещё действительно его применять. но тем не менее симпатична вышла. Коричневая с более светлыми тонами. И вот эти рисунки меня очень радуют. Ладно, будем продолжать и завершать. Ну что ж, девчонки, пора на улицу. Пора, пора. потягушенькие и погреться на солнышке. А время прогулки с рыжим псом приближается. Мне скоро предстоит отправляться в пусовинный долг. Так что давайте-ка выбегайте на улицу, а я ещё некоторое время мастерской проведу. Так ведь сегодня не следует, и так достаточно жарко. А на улице такой замечательный вечерочек намечается. интересно каким будет закат. Ну это я узнаю чуть попозже. Ну что, пошли? Пора. Уже пора. Прошло ещё некоторое время. Ну что ж, надеюсь, кошки нагулялись. Мне пора работу завершать. И честно говоря, малыш, я всё больше и больше довольна тем, что у меня получается. Ну а сейчас пора тебя затаскивать в избушку. И пушу. Бонька где-то шляется, и вряд ли его можно отловить. И отправляться с кубиком гулять. Как же мне нравятся эти промыльки с рыжим псом. Тем более в такую прекрасную погоду. Полюбуемся на закат, посмотрим, как оно. И что? Но отпускать его я точно уж не буду. Ник и Артём в последнее время распускает его с поводка, и кубище ведёт себя просто великолепно. Но нет, на ночь глядя около леса прогулка без поводка, а вдруг кого учует и рванёт, не стану рисковать. попробую пройти с ним просто так по-привычному. Пора. Пора отправляться в совинный дом, но как пройдёт прогулка, я покажу завтра. Сегодня, честно говоря, немножко подусталый и хочется просто отдохнуть, полюбоваться на небо, на закат, пообщаться с рыжим псом. Ладно, будем отдыхать после дневных трудов, ну а завтра новый день, и он наверняка будет просто великолепен. Здоровья, удачи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин